Коллеги, здравствуйте, меня зовут Евгений Лукин, продолжаем проект по мониторингу недвижимости. В первой части я написал три простых парсера, которые собирают данные о свежих объявлениях с Авито, Циан и Яндекс.Недвижимость. Сегодня мы подключим базу данных, где будут храниться объявления со всех этих трех площадок. А также бонусом я покажу более быстрый способ парсинга Авито. Чтобы оповещения о новых объявлениях приходили оперативно, парсер каждую минуту заходит на площадки и собирает данные об объявлениях. Чтобы отправить сообщение о новом объявлении, он должен проверить в базе данных, а не было ли отправлено сообщение об этом объявлении ранее. Если нет, отправляет и записывает в базу данных. Если было отправлено, ничего не делает. Конечно, в качестве базы данных можно использовать простой текстовый файл, в котором будет всего одно поле. Номер объявления. Этого уже будет достаточно. Но я хочу хранить больше данных и, возможно, в будущем масштабировать этот проект. Например, проверять дубликаты объявлений на разных площадках по сопоставлению площади, этажности, адреса и еще каких-то параметров. Для этого я создам базу данных RealtyDB, где буду хранить следующие поля. Ссылку на объявление, ID объявления, дату публикации, стоимость, адрес, общую площадь, количество комнат, этаж, на котором находится квартира и общее количество этажей в доме. Для этих целей я буду использовать базу данных SQLite, которая входит в стандартный пакет Python. Создаю новую папку, где будет храниться наша база данных. И создаю новый файл CreateDB, с помощью которого мы, собственно, и будем создавать нашу базу данных. Для этого импортирую библиотеку SQLite 3 и создаю соединение с базой данных. Сейчас базы данных, конечно, никакой нет. Но при соединении с базой данных, которую я указал, она будет автоматически создана. Следующим шагом я создаю объект Q40, который будет управлять базой данных. И с помощью модуля Execute я сейчас создам запрос в базу данных, который создаст таблицу offers, где будет храниться объявление. Пишу команду CreateTableOffers. В скобках указываю поля, которые будут храниться в этой таблице offers. Первое поле это ID, но не ID объявления, а ID строки. Оно будет всегда уникальное и увеличиваться на единицу при добавлении новых записей. Тип число. Поле является первичным ключом. И увеличивается на единицу при добавлении новых записей. Добавляю остальные поля и проставляю им тип. URL это текст, запятая. Offer ID это число, запятая. Дата у нас тоже будет храниться в текстовом формате. Цена это число. Адрес, текст, площадь, число. Количество комнат, пускай будет пакать текст. Этаж, число. И количество этажей в доме тоже число. Ну и по правилам работы с базой данных, после работы с ней мы ее закроем методом Close. Давайте запустим наш скрипт. Отлично. Скрипт выполнен без ошибок. И у нас появился файл RealtiDB. С помощью программы DB Browser for SQLite мы откроем эту базу данных и посмотрим, все ли у нас создалось. Вот на структуру баз данных. Там две таблицы, да? Ну, какая-то служебная. И наша таблица offers, где хранятся наши данные. Те столбцы добавлены. Сейчас база данных пуста. Но мы напишем функцию CheckDatabase, которая будет искать ID объявления в базе данных, если не находить, эти данные туда записывать. В прошлый раз я начинал с Авито, но напомню, Авито я оставил на сладкое, поэтому сегодня пойдем в обратном порядке. Начнем с Яндекс.Недвижимости. Напомню, что мы тут в прошлый раз написали. Вот у нас есть функция Main, главная, да, которая вызывает сначала функцию GetJson, в которой мы получаем вот такой сырой JSON со всеми данными об объявлениях. Да, в формате ключ-значения. И дальше мы вызываем функцию GetOffers, который из всего этого набора данных вытаскивает только нужный нам. Это ID объявления, стоимость, адрес и прочие данные. Давайте вот это дело мы сейчас, наверное, уберем куда-нибудь, куда-нибудь положим функцию GetOffers. Я чуть позже объясню, почему именно сюда. А здесь мы вызовем функцию CheckDatabase, которая, собственно, и будет в нашей базе данных проверять объявления. Давайте, кстати, офферс нам уже не обязательно возвращать в список объявлений. Все будем делать в этой функции. Так, давайте функцию CheckDatabase создадим. Да? И в ней будем подключаться к базе данных. Давайте импортируем в библиотеку SQLite 3. Создадим подключение. Баз данных у нас хранится в папке DB и называется RLTDB. Так, это тоже пока скроем, чтобы нам не мешало. Кстати, давайте посмотрим, что же мы будем вытаскивать. Вот у нас где хранятся все наши объявления. Сейчас мы по ним еще на всякий случай пробежимся. Создаем объект Курсора, который будет работать с нашей базы данных. Отправлять запросы. И выполним первый запрос. Который будет в нашей базе данных выбирать ID объявления. select из таблицы offers, где offerid равен... А вот тут внимание. Тут мы будем поставлять offerid из этого объявления. И передавать его сюда. offerid. Офер переменной offerid у нас еще нет. Давайте ее создадим. Она у нас хранится в ключе offerid. Сам в первом ключе. Отлично. Собственно, вопрос, да, что это за конструкция? Тут какой-то вопрос. Тут какой-то непонятный список. С одним элементом, да? Почему просто его не указать? Ну, вот такие правила. Работает с SQLite. В описании я прикреплю ссылку на крутой мини-курс по SQLite. Очень рекомендую. Давайте создадим переменную result, которая нам, собственно, будет выдавать. Что же база данных получила? Вызываем объект курсора. И используем метод fit1, который нам выдаст единственную запись из всех найденных. Ну, и давайте ее распечатаем. В принципе, так, здесь поставим break. И, наверное, он нам не даст, потому что здесь куча чего-то еще непонятного. Давайте это все закомментируем. Запустим скрипт и проверим. Он нам должен выдать нам. Нам ничего нет. Я, говорит, ничего в базе данных не нашел. Великолепно. И пишем условия. Если результат дан, то тогда мы будем первое, отправлять сообщение, а второе, вносить данные об объявлении в базу данных. И вот, собственно, здесь-то нам наша функция getOffered и пригодится. В этой функции мы будем возвращать словарь Offer, который будет попадать и в базу данных, и в сообщение Telegram. Давайте над ней и поработаем. Это пока скроем. Нам тоже нужно. Здесь напишем, что эта функция возвращает словарь Offer. И вот здесь мы этот словарь с вами создаем. И дальше мы будем передавать в него ключи. Какие ключи? Это вот, собственно, вот эти все. ID-шник у нас сам формируется. А вот с этими ключами мы сейчас поработаем. Так, 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 так. Ну, давайте водка сделаем. Я удерживаю Alt, отмечаю все двойным кликом. И таким образом сразу могу несколько строк редактировать. Вот у нас есть наши ключи. Давайте, знаете, как делаем. И, наверное, также вот это все отмечим. Раз это ключи, то закроем их кавычками. И теперь с ними будем работать. Да, кстати, нам нужно функцию getOffer передать наш JSON, который хранится в переменной item. Это шаблон у нас готов. И давайте сюда что-то перенесем. Да, Offer ID у нас. Это мы уже добавили. Цена у нас лежит вот в этом ключе. URL лежит в ключе share URL адрес дата публикации. Да, помните, у нас тут была такая интересная конструкция. Мы ее вот сюда перенесем. что у объявления было не только дата создания, но и дата его обновления. Мы, кстати, что-то тут форматировали. Давайте мы, наверное, это форматирование уберем. Я объясню, почему чуть позже. Чтобы у нас все данные в базе были однообразные. Площадь у нас лежит в ключе. В ключе. Ария. Value. Количество комнат. Количество комнат лежит в ключе Rooms Total Key. Этаж. Этаж. Workforce. Offered. И вот здесь у нас список. Нам нужно первое значение. с индексом 0. Ну и количество этажей в доме в ключе Rooms Total. Давайте его распечатаем, наверное. Проверим, что же у нас тут получилось. Да, с датой немножко здесь накрутил. Это мы сейчас изменим. Мы добавим вот так. Replace. Что у нас тут? Заменим на пробел. И Z уберем со всем. Отлично. Давай еще раз распечатаем и проверим. Великолепно. Вот мы получили ссылочку на объявление, ID, дату публикации, цену, адрес, площадь, количество комнат, этаж и общее количество этажей в доме. Великолепно. Возвращаемся к нашей базе данных. Итак, в функцию Send Telegram мы передадим наш словарик Offer. Эта функция сама вытащит нужные данные и отправит их нам в Telegram. Этим мы займемся в следующей части. А сейчас мы занесем наше объявление в базу данных. Отдельную функцию InsertDB создавать не будем. мы создадим команду запрос баз данных. Также выбираем объект курсора Execute и пишем Insert into 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 в таблицу Offers добавляем значение values значение столбцов в скобочках. Сейчас мы их здесь перечислим. А здесь указываем откуда мы эти значения будем брать. А значение будем брать из словаря Offer. Смотрите. Можно, конечно, здесь проставить также эти знаки вопроса и перенести. Но мне нравятся именованные переменные. Первое первое значение ID у нас null его баз данных сама происходит. Второе это у нас URL Offer ID и общее количество этажей. не именованные переменные обозначается просто знак вопроса. Да? И через запятую эти данные будут подставляться. А именованные переменные указываются через двоеточие. То есть сюда мы передаем наш словарь а здесь указываем его ключи. Обращаясь по этим ключам курсор и будет вытаскивать значение этих ключей и вносить базу данных. отлично. После того, как мы запросы выполнили, данные нужно в базе данных сохранить. Для этого мы пишем connection commit выполняем команду сохранения и конечно же закрываем соединение с баз данных. Ну и давайте добавим наш небольшой какое-то нам сообщение, запись добавлена в базу данных. Какая запись? Объявление номер такое-то добавлено в базу данных. И давайте запустим наш скрипт. Отлично. Объявление добавлено в базу данных. А теперь зайдем в баз данных и обновим. Посмотрим, что же у нас здесь появилось. Я сделал чуть крупнее шрифт. Смотрите, да? Вот наша ссылка. ID объявление. Дата публикации. Цена. Адрес. Площадь. Количество комнат. Всего этажей. Этажный экскортер. Александр Невского 27. Ну что, великолепно, я считаю, все получилось. Давайте добавим остальные объявления. Для этого уберем break. и скажем скрипту работать. Пока парсер собирает данные, я хочу кое-что сказать. Спасибо вам за вашу обратную связь, за то, что пишите комментарии, ставите лайки. Мне это очень приятно, это мотивирует продолжать. Спасибо. Итак, он пробежался по всем объявлениям, внес их в баз данных. Давайте обновим, еще раз посмотрим. Вот, великолепно. он добавил 20 объявлений. Давайте то же самое сделаем с Cyan и Avid. Так, откроем скрипт парсера Cyan и давайте немножко наведем порядок, потому что что это такое здесь. Функция main запускает первую функцию getJSON, где мы эти все данные получаем. А здесь что у нас все в одну кучу. Давайте и сюда вот эти наши headers, response, data, data два раза. Конечно, вообще молодцы. Некрасиво это, некрасиво. Во-первых, не data, а какой-нибудь пускай data, ладно, будет. А здесь напишем вязал, чтобы они хотя бы как-то отличались. дальше мы уже создаем функцию getOffers, куда мы наши данные придаем. Тоже не пойдет. Тут у нас создаем функцию getOffers, куда джейсон оба увеления будем передавать. Давайте всю вот эту портянку перекинем пока сюда. Функцию можно закомментировать, пока мы с ней работать не будем. И здесь также создадим функцию check datapace в котором мы джейсон с нашим объявлением будем передавать. Конечно, велик соблазн. Ой, как велик соблазн просто скопировать всю вот эту конструкцию в нашу функцию и там уже использовать. Но я повторю еще раз, потому что повторение мать учения. импортируем SQLite джейсон нам в этой библиотеке в этом скрипте уже не нужен. И давайте соединиться с базой данной. Даже, кстати, как, чтобы вручную не закрывать базу данных, ну, не забыть, да, можно через контекстный менеджер with. Давайте я это и покажу. With SQLite Connect как connection и создаем здесь объект курсора. Все. То есть базу данных нам закрывать вручную с помощью вот этой команды connection close. Нам уже не нужно. Все, пожалуйста, она сама запроется. Да, конечно же, нам нужно создать переменную offer ready, которая у нас лежит в ключе ID. Вот она вот здесь лежит. И давайте мы сейчас выполним сброс в базу данных. Можно, в принципе, не взять на вторые кавычки и двойных, в которые мы напишем select. Давайте пока это вскроем, чтобы нас не отвлекало. Выбери все offer ready из таблицы offers, где условия, где offer ready у нас равен нашей перемен offer ready. Получим результат курсор фич он и если результат у нас нам то есть если ничего нет, тогда мы будем отправлять сообщения в telegram send telegram и в которых будем передавать offer. чтобы получить offer нам нужна функция get offer у нас ее пока еще нет, но мы ее сейчас создадим. Надо ее раскомментировать просто. раскомментируем и будем возвращать наш словарик offer. Так, что-то у нас тут за колбаса. Давайте этот все-таки мы перенесем. данные url у нас хранится вот здесь. Offer id у нас хранится вот здесь. Так, эти данные уже не нужны. Дальше дата публикации у нас хранится вот здесь. так, цена. Вот эти сейчас все перенесем и их заполним. Цена у нас лежит в этом ключе. Так, чтобы это не смущало, давайте их мы пока удалим. Количество комнат у нас лежит. roomscount общая площадь ключе total area номер этажа вот здесь. А общее количество этажей вот в этой переменной. И что у нас еще осталось? Адрес. Адрес у нас лежит вот здесь. Отлично. Давайте его распечатаем, проверим, все ли у нас получилось. Так, распечатаем только первое объявление. Давайте запустим скрипт. Что-то он там in none. Да как же in? Is. Если результат is none. Простите. Великолепно. URL. Data. Data публикации. Смотрите, дата публикации вот в таком формате мы заносим. Почему именно в таком? Чтобы было удобнее сортировать. Да, сначала у нас идет год, потом месяц, потом день, часы, минуты, секунды. Великолепно. Еще разок. Хорошо. Стоимость есть, адрес есть, площадь, количество комнат, этаж и общее количество этажей. Великолепно. Всю эту функцию нам уже не нужно, можем вскрыть. И дальше мы делаем, после того, как мы отправили данные в Telegram, давайте мы внесем, давайте здесь тоже сначала будем отправлять в Telegram. Нам нужно как можно быстрее, каждая миллисекунда на счету. Да, а дальше потом создаем объект курсора. Ну, это я уже скопирую. Тут, в принципе, у нас ничего не меняется. создаем объект курсора, вызываем метод execute, в который передаем нашу команду. Вставь в таблицу offers значение из этого словаря. Следующее значение из этого словаря. И дальше коммитим и печатаем, что наше объявление добавлено в базу данных. И смотрите, connection close напоминаю, нам здесь вызывать уже не нужно. Все, контекстный менеджер with он сам закроет соединение. Все великолепно. Давайте запустим. Ну, также, наверное, сначала одно объявление. Проверим, как же у нас оно отразится в базе данных. Давайте обновим. И вот здесь последнее сообщение 21 последняя строка это сайта циан. Все, отлично, айдишник мы получили. Цена этаж. Окей, давайте добавим все сообщения. Уберем функцию убираем break, чтобы он прошел по всем объявлениям. великолепно. Обновим базу данных. Пожалуйста, циан. У нас же 48 записей. А, еще тут один момент, что у нас какие-то null. Null это, скорее всего, квартиры студии. Давайте скопируем ссылку, откроем браузере, чтобы проверить. Да, действительно, это студия. Ну, в принципе, мы можем просто написать условие, которое будет, если null, то подставлять студия. К этому вернемся позже. Сейчас давайте у нас осталось авито. Самое интересное. Смотрите, откроем наш парсер авито. у нас здесь, когда мы получали JSON, была вот такая колбаса. То есть, мы получали сначала HTML, потом вытаскивали из тега скрипт JSON, приводили его в нормальный текст и приводили его уже в формат ключ-словарь. Переходили по ссылке. Но мой коллега из комментариев MultiBigCache он подсказал попробовать найти JSON в мобильной версии авито. Нажимаем F12, выбираем вид мобильной версии, переходим во вкладку сеть, выберем обновить и вот теперь у нас появилась мобильная версия. Смотрите, внимание, теперь мы вот эти данные все очистим, также перейдем в блок фильтра и вот здесь кнопочка показать 3000 объявлений так очистим и на нее нажмем и у нас смотрите появились запросы и вот нужный JSON у нас лежит в запросе вот это items m.avito.ru api 11 items k и там дальше наши параметры. Если мы перейдем по этой ссылке то у нас откроется чистый JSON в котором лежат все наши объявления без вот этих всяких танцев с бубнами с парсингом html вытаскиванием скрипта все чистейший JSON бери пользуйся давайте перепишем скрипт по авито создадим новый я его назову на авито JSON с нуля его напишем создаем точку входа функцию main импортируем библиотеку requests здесь вызовем функцию get JSON и в нее сейчас передадим вот этот запрос как я делаю да я уже это показывал но еще раз повторю я выбираю копирую curl copy as curl bash есть такой сайт thrill curl convert curl convert.com и вот сюда просто это вставляю и в итоге он мне выкидывает текст запроса копирую в буфер обмена сюда его вставляю вот такая колбаса это мы сейчас все почистим нам не нужно import request у нас уже есть библиотека request у нас уже импортирована не нужно дублировать headers скроем здесь в параметрах нам нужно почистить вот эти слэши они нам не нужны так и дату обновления наверное тоже уберем все page один только берем библине только с первой страницы сортируем по дате лимит 30 сообщений так ну и давайте наверное здесь тоже наведем красоту url вынесем сюда да чтобы было понагляднее и сюда передаем параметр url еще раз что мы сделали мы получили там наши заголовки да user engine cookie в словарике headers в параметрах у нас лежит какой-то ключ как выяснилось он у авито пока еще не менялся возможно в будущем поменяется ну придумаем пока работаем так и есть ссылка далее мы создаем переменную response в которой вызываем из библиотеки request методом get наш url в который передаем наши заголовки и в который передаем параметры все на выходе мы получаем чистейший JSON ну и давайте его вернем все великолепно и следующая функция у нас get offers get offers в которой мы передаем наши данные и давайте в них собственно наши айтемы и получим да кстати вот этот offers нам уже не нужен где лежат наши объявления наше объявление лежат в ключе result далее следующий ключ у нас будет items ну и собственно вот они у нас здесь все лежат только смотрите у нас объявление тип объявлений не везде объявление да иногда это вот баннер давайте распечатаем просто ради интереса item type item type map banner vip ну баннер скорее всего баннер vip это vip объявление xl-item давайте их посмотрим здесь и они есть да я уже посмотрел что такое xl-item это объявления которые которым применены какие-то продающие фишки там выделение объявления цветом кнопка позвонить но эти тоже объявления можно отнести к категории vip я их тоже собирать не буду то есть нас интересует только объявления у которых тип чистый item давайте создадим условия if item включи item type тогда мы будем вызывать функцию check database и в которую будем наш наше объявление и передавать давайте создадим функцию check database опять подключимся к базе данных я импортирую SQLite3 открываю контекстный менеджер виз вызываю метод connect обращаюсь к базе данных открываю их ее как connection вызываю объект курсора да и конечно же вытаскиваю offer id и кстати offer id у нас лежит в ключе value ключ id но смотрите все все данные оба объявлений лежат в ключе value поэтому я предлагаю вот здесь где у нас функция check database вызывается сюда передавать содержимое ключа value ну и давайте break поставим чтобы работать только с первым объявлением и у нас получится item лежит в ключе id и дальше выполняем запрос запрос я также скопирую отсюда в принципе уже понятно будем время экономить и это и это и это все мы скопируем напомню закрывать базы соединения с баз данных нам уже не нужно потому что мы работаем через контекст менеджер уис давайте функцию get offer создадим которая будет возвращать нам словарик давайте мы его сначала создадим и вернем словарь offer с со значениями наших столбцов url offer id url у нас лежит в ключе uri.m.web и даже сюда она у нас идет без заголовка авито давайте мы его сюда скопируем и сюда добавим слэш нам не нужен отличным offer id и также вытащим остальные значения с авито пришлось немножко поколдовать чтобы вытащить данные в наш словарь offer если с url и offer id все казалось легко то с ценой адресом площадью и остальными данными тут пришлось заморочиться так как цена у нас указана с пробелами со знаком рубля текстом в месяц то я вот эти все дела тут заменил на ничего разбил по пробелам и объединил заново методом join далее данные о площади ария о количестве комнат и этажей я вытащил из ключа title вот здесь у нас лежит количество комнат здесь у нас лежит площадь здесь этаж на котором находится квартира и количество этажей вдоль также немножко поработал с датой дата у нас указана в формате timestamp то есть количество секунд с начала эпохи я их немножечко методом библиотекой date time и методом strf time преобразовал в нужный нам формат ну и собственно адрес просто вытащил location адрес вот они у нас лежат location Москва адрес южнобудовская 133 вот такое колдовство у нас получилось в авито да и дальше мы эти данные давайте также занесем в базу данных берем break пускай пройдется по всем записям и запустим скрипт воу он нам печатает я принт оффер убрал ну уже сейчас вы уже можете видеть да что вот все данные передаются в том формате в котором мы задали объявление добавлено в базу отлично отлично отец принт уберем не нужно нам здесь больше она сказала что кузнец нужен так и обновим наш баз данных итого у нас 83 записи в ней давайте сортируем по дате последние недавно добавлены объявления в принципе задача у нас уже выполнена давайте еще раз побежимся по пассерам циан запустим появились ли новое объявление на циане 5 объявлений добавилось пока мы работали и на яндекс недвижимости тоже запустим а на яндекс недвижимости за последние пару часов никто никаких объявлений не добавил ну понятно непопулярная площадка в результате мы получили таблицу в которой и хранятся все наши объявления помимо того что скрипт будет проверять есть ли такое объявление с таким ID в базе данных мы еще можем эти данные как-то использовать в будущем например отфильтровать только там однокомнатные квартиры да у нас их 38 двушек 30 трешек того меньше да можем посмотреть сколько квартир в какое время выкладывается то есть сделать небольшую аналитику также мы можем фильтровать по площади например показать что выбери нам все квартиры там от 50 до там 60 квадратов и еще какую-то аналитику проводить итак с базы данных мы закончили в следующей части мы настроим оповещение в telegram спасибо вам за просмотр дайте мне пожалуйста обратную связь поставьте лайк дизлайк или напишите в комментариях что вам понравилось не понравилось может быть у вас есть какие-то вопросы напишите я на все комментарии отвечаю мне это очень важно и конечно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующее видео